Российская армия ударила ракетой по жилому дому в Полтавской области накануне вечером. Атака унесла жизнь одного человека. Еще 16 людей, в том числе четверо детей, пострадали, сообщили в областной военной администрации. Позже стало известно, что россияне били по двухэтажному семейному общежитию, где проживало около 30 человек. В здании вспыхнул пожар, а люди оказались под завалами. На месте трагедии работали около сотни спасателей. Вот что рассказывает одна из жительниц разрушенного дома. А вот соседке повезло меньше. Сын женщины был тяжело ранен. Она кричала о помощи. Для пострадавших организовали штаб. Там людям оказывают помощь. Переночевать тех, кто утратили жилье, смогли в местной школе. Вследствие ракетного удара были повреждены еще три здания и около десятка автомобилей. По жилым домам россияне ударили ракетой ХАТ-59, сообщили в прокуратуре области. Натворив беды для мирного населения, вечером уже ночью россияне взялись за энергообъекты. С помощью дронов атаковали электроподстанции на Полтавщине. Как сообщили в военной администрации области, два дрона удалось уничтожить. Обошлось без пострадавших. Всего этой ночью по Украине РФ запустило 20 шахедов. Все они были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины. Во Львовской области обломки дронов повредили объект критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Взрывы раздавались и в Хмельницкой области. Также под ударом была критическая инфраструктура на юге Украины. В Одесской области обломки ВПЛА оборвали линию электропередач. Не прекращает Россия кровавые обстрелы Запорожья. Накануне унес жизни троих людей ракетный удар по промышленному объекту. Восемь человек были ранены. В руины превратили 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек и медицинское учреждение. Это первые минуты после атаки. Патрульные спасатели выводят людей в безопасное место, достают из-под завалов тяжелораненых и оказывают первую помощь. Тяжелый. Скорую надо парамедиков. Черепно-мозговая открытая. Держитесь, держитесь. Не засыпайте, главное. Цинично бьет Росармия и по Сумской области. Накануне 4 каба сбросили на село Белополье. Погибла женщина. Трое людей ранено. Били и по городу Суммы. Ранено трое людей. До этого в Сумской области россияне артиллерией накрыли пожарное подразделение. В этот момент спасатели находились в укрытии. Это спасло им жизни. Все свои усилия и финансы Кремль направляет на убийство мирного населения в Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, Россия сейчас наладила производство 30 шахетов в день, тогда как до конца текущего года эта цифра может увеличиться до более 80 беспилотников. Кроме того, РФ удалось увеличить производство ракет. По данным издания, ежемесячно россияне штампуют около сотни меньшей дальности и до 130 ракет с дальностью около 350 км. В общей сложности за прошлый месяц Россия запустила порядка 400 ракет, 600 шахедов и 3000 управляемых авиабомб по Украине. По словам президента Зеленского, чтобы прикрыть всю страну от баллистики, достаточно 25 систем Патриот по 6-8 батарей в каждой. На прошлой неделе после очередного Совета Украина-НАТО стало известно, что поиском дополнительных Патриот займется Германия. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеканал Новости Донбасса, чтобы первыми узнавать главные события войны.